Снижение административных барьеров, повышение доступности государственных и муниципальных услуг. В последнее время эта тема у чиновников необычайно популярна. О том, как проходят административные реформы в Ивановской области, обсудили на заседании регионального правительства. Услуги по принципу одного окна можно получить на базе многофункциональных центров. Сейчас их семь. К 2015 году дополнительно появится еще 21. В городских и сельских поселениях, в которых создание самостоятельных МФЦ нецелесообразно, принцип одного окна будет реализован путем привлечения иных организаций. В качестве привлекаемых организаций нами была выбрана в ГУП Почта России. В Иванове в торговом центре Тополь можно получить наиболее широкий спектр услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Это теоретически все предельно просто. На деле у убывателей сориентироваться получается не сразу. В соответствии с законодательством, самое главное для удобства граждан, получающих услуги, необходимо, чтобы все МФЦ переводить на работу в режиме одного окна. Так вот, как показывают отзывы в торговом центре на Лежневске, как правило, тем самым одним окном является стойка консультанта, куда обращается большинство граждан, обратившихся не в то одно окно или желающих узнать, где же оно то одно окно, в которое они пришли. Ивановская область занимает шестое место в ЦФО по количеству действующих МФЦ. Больше всего времени требуется на получение разрешения на предпринимательскую деятельность в сфере такси и на регистрацию самоходных машин. На это нужно порядка трех часов. Большинство услуг предоставляется в пределах получаса. А вот насколько эффективно и охотно ивановцы посещают МФЦ, каковы конкретные претензии со стороны пользователей, таких статистических данных никто не предоставил. Поэтому обсуждение было лишено всякой конкретики. Очень жаль, потеряно двух часов времени, если бы знал, что так пойдет речь, конечно, ни за что бы не пришел, есть чем заняться. Слишком формально решаем проблему. Вот включили информат в розетку, а дальше приносит, не приносит он отдачу, уже как бы не так интересует. Галочку поставили отчитаться. Я думаю, что тут вполне можно согласиться с председателем областной думы в том, что очень важно, вот не включение его в сеть, а очень важно, чтобы каждый из подобных окон, каждый из подобных устройств эффективно работал на людей. В частности, глава администрации Пучежского района признался, что информат, терминал для оказания различного вида услуг, в Пучеже установлен. Но его пользователи подсчитать пока нельзя, ведь прибор не подключен. А потому говорить о доступности госуслуг в Ивановской области пока преждевременно. Члены правительства посчитали правильным обсуждаемый проект доработать с учетом высказанных замечаний. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.